Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. Сегодня у нас будет очередной обзор, тест-обзор покупочек из фикс-прайса. Я вот пакетик взяла. Кстати, в фикс-прайсе продаются вот такие масочки. Сейчас я знаю, что в связи с коронавирусом, с вирусом, который у нас ходит, ходит, где-то ходит, где-то не ходит, а где-то ходит, но может мы об этом не знаем. В общем, нигде в аптеках не найдешь вот эти вот защитные маски. Я не знаю, кстати, работают ли защитные маски, вот эти строительные, это строительная маска, да, но я просто видела у многих такие и еще совсем накануне подумала, что это за такой, знаете, вот здесь вот нарисован у мужчины кругляшок. Думаю, где такие маски берут модные? Сейчас еще можно делать модные маски под весь этот шум. Я извиняюсь, кстати, за голос немного у меня осип. Так что, если у кого-то нет маски, вы нигде ее не можете найти, потому что все скупают, и я знаю, там, коробками, многие зарабатывают на этом деньги, то, в принципе, если марля пойдет, то такая повязка, я думаю, тоже пойдет. Она немножко неудобно держится, может, я ее как-то не так одевала, но вот что-то типа. И вот сюда на подбородочек, и здесь наверху крепится на носик. И здесь две такие штуки, да? А, ну, в принципе, вот так, если это все нормально. Вот. А вот это я не знаю, что. Здесь какие-то дырочки, наверное, для... Ой. Для чего? Здесь ничего не крутится, здесь просто кругляшок, и все. В общем, напишите, что вы знаете о таких. Вот, если нужно, в фикс-прайсе есть такие масочки. Вот. Что еще хотела взять? Я, на самом деле, помните, вам показывала обзорчики, да, с фикс-прайса, и вот такие коврики показывала. Это на втором моем канале, прям с полочек, и говорила, ну, кто придумал вот эти вот коврики, да, почему их не делают однотонными, почему у них какие-то все время рисунки непонятные. Ну, в общем-то, я решила взять. Цена 99 рублей такого коврика. А здесь, почему решила взять? Ну, решила как-то обновить немножко, и плюс еще я увидела новые занавесочки для ванны. Пришли такого молочного шоколадного цвета, и я подумала, ну, прикольно, надо что-то изменить. И то, что у меня, там, кстати, в туалете постелено, мне не нравится, я все равно выхожу, и как-то ногам холодно. Поэтому, пока я найду идеальный свой коврик для туалета и для ванны, я могу протестировать, допустим, такой вот коврик. Он антискользящий, при этом он мягенький такой, я думаю, на нем тепло будет. Я взяла два, один в ванну, а один в туалет, либо оба в ванну положу. И когда я увидела здесь картинку, здесь очень даже стильная картинка, давайте вот я распакую сейчас, открою, покажу вам. И я подумала, блин, так красиво смотрится, ничего так уж прям и ужасного нет. Что это я сразу забраковала? Попробую, поживу с таким ковриком, вот, смотрите, как красиво. Видите? И внизу здесь нарисованы именно вот эти коврики. По-моему, очень даже. У меня тоже такие бежевые стены. В общем, смотрите, развернем. 50 на 80 размер. Вот такой, небольшой. Симпатичный такой, пусть с ракушками. Мягенький. В общем, постелю, я вам покажу, прям здесь в этом видео, да, постелю в туалет. Ой, не в туалет, ну и в туалет постелю, и в ванну постелю, ну посмотрим. Так, вот сейчас, смотрите, как у меня здесь сейчас происходят, да, вот такие коврики. И белая вот у меня моя. Ну, это, в принципе, мне нравится. Шторочка. Ну, просто в целом. Сейчас я для начала поменяю коврики, посмотрим, как все изменится. Коврики положила, уже немного симпатичнее стало, да, по-моему. Можно коврик, он еще не разгладился, можно так его положить. Они такие еще не разглаженные. Ну, по-моему, они сюда очень даже подходят, да. Самое главное, что они такие прям мягенькие, классные. Вот. Вот, сейчас поменяем, значит, нашу занавесочку, и посмотрите, вот как было. А почему я их купила? Я их купила как раз-таки под вот эту вот занавесочку. Штора такая в ванне. Единственное, что она, знаете, что? А, они, ой, с колечками. Давайте откроем. В общем, 199 рублей, вы видите, она коричневенькая. Я такая думаю, ничего себе. В последнее время мне очень нравятся эти цвета. Шоколадный, молочный шоколад. От горького шоколада до белого цвета, можно так сказать. Мне все нравится. Размер 180 на 180, прочная водоотталкивающая эффект. 12 колец в комплекте. А, видите, я наговариваю. Думала, что нет. Здесь есть легкий рисунок такой, видите? Но он такой незначительный. Я думаю, что он не будет сильно... Ой, она такая полупрозрачная еще. Колечки, вот они. Слушайте, ну это классно, что они входят. Даже вот такие вот простые, дешевенькие. Я думала, мне надо будет бежать покупать, либо снимать. Стой. Я думала, она, честно говоря, плотная. А она не плотная. Смотрите. Ну, она плотная сама по себе, но она прозрачная. Вот, я думала, она не прозрачная. Смотрите. Ну, то есть, она не такая прям, как я думала. Значит, вот такой цвет. Но все равно красивый шоколадный. Здесь у нас есть отверстие для вот этих вот наших петелек. 12 колец. Я все повешу. И вам уже покажу, как оно будет смотреться у меня в ванне. Мне кажется, симпатично должно быть. Смотрите. Да? Как-то ванна должна поменяться. Единственное, я же снимаю в ванне. И мне бы не хотелось, чтобы она сильно... Знаете, что делала? Если свет, видите, вот так вот направить, чтобы оно не отсвечивало. Вот это вот такой важный момент. Ну, в общем, я все это посмотрю и протестирую. Вот такой вот у меня. Вот такая новиночка. Так, ну, смотрите, как теперь. Клееночка, конечно, это... Но на видео она смотрится немного не так. Ну, мне кажется, в целом неплохо смотрится. Сейчас я чуть-чуть ее соберу, чтобы она была собрана. Ну, такая вот коричневая. Слушайте, ну, мне нравится цвет. Знаете, я уже на самом деле думаю о том, чтобы сделать не клеенчатую такую, а пусть она будет из полиэста тряпочная. Но такого цвета. Мне вот нравится, кстати, сочетание. Напишите, как вам. Светлая лучше или вот такая коричневая. Но пока она повисит, раз я уже ее повесила, она пока повисит. Мне нравится. Что-то в этом есть. А, кстати, коврики вот такие я возьму и в туалет еще. Да, потому что у меня сейчас там... У меня сейчас коврик здесь лежит такой, так себе. Но вот так это будет, если один положить. А на самом деле сюда прям два бросится тоже. горизонтально вот так вот положить. Ну-ка. Вот. Вот. И второй. Да? По-моему, будет шикарно. Взяла маме перчатки. Кстати, видео, где я покупала маме перчатки и преподнесла это как подарок. Ну, понятное дело, что это была немного шуточка, да? Что типа такая, ой, мама, смотри, что... Ну, как бы обыгрываю, да, ситуация. На самом деле мама просила у меня эти перчатки. У меня много разных перчаток, но она все время говорила, что у тебя за перчатки тонкие, купи нормальные перчатки. Как бы она долго просила-просила, я их купила. Просто это было всего лишь обыграно все так. Как бы, естественно, подарок маме перчатки для того, чтобы она убирала. И убирать это ее личная инициатива, чтобы вы не думали, что я ее заставляю тут убирать. Мою маму нифига не заставишь ничего делать. Она делает только если захочет. В общем, перчаточки М-ка, какие-то новые, такие прозрачные. Здесь ничего про них не написано, кстати. Прям тяжело так разговаривать из-за того, что нос закладывается и течет, что-то подтекает, непонятно. Короче, силиконовые прозрачные вот такие. Они тут с оборкой еще идут какой-то. Классно. Симпатичные, кстати, вообще такие. Плотные достаточно. Большие, что вот даже если вы будете убирать, они мне хорошо, М-ка. Слушай, как бы они на мою маму не были маловатые. Они свободные, классно по пальцам, но именно сами пальцы коротковатые. Вот как будто для меня, да? Может, маме Элька нужна была. Ну ничего, я тоже иногда убираю дома, когда у меня есть время. Ну вот будет. Как будто я без перчаток, да? Вообще классные перчаточки. Мне нравятся. Они, по-моему, там 77 рублей стоили. Давайте чек посмотрю, чтобы точно сказать вам. 77 рублей перчатки, точно, да. Я взяла, кстати, икорочку еще в фикс-прайсе. Помните, мы с мамой пробовали? Я вам сказала, что она реально вкусная. Вкус детства. Что я так тяжело никак не могла найти. Это правда. И вот я еще раз беру эту икру, чтобы вы понимали, что я, если что-то говорю, что она вкусная, она реально вкусная. И вот я беру второй раз. Мышка. Вот. Из новинок. Мышь компьютерная. Как-то чувствуется, да, что я простыла? Я как-то это, более монотонно, что ли, разговариваю. Не так. Хей, ха-хай. А вот нос что-то там такое, да? Ну, видите, да. Не болейте. Берегите себя. 99 рублей мышь. Есть белые, есть черные. Но я белую не стала брать. Я взяла черную. Маме захотела попробовать взять. Мы сейчас откроем с вами и затестим на моем компьютере. Мама унесла свой компьютер. У меня, кстати, похожая мышка. Но она немножко вся просиликоненная у меня мышка. Такая, знаете, чтобы не скользила. А здесь она, наверное, чтобы не ездили здесь есть вот такие вот ножки, как бы, да? Может, они из другого материала какого-то. Так легко нажимаются. Колесико. Мне интересно посмотреть, как она гореть будет. Сбоку нет никаких кнопочек, только вот раз, два. И колесико. И колесико нажимается, да. От USB работает. Пахнет пластиком. Ну, давайте посмотрим, как она горит. Мне интересно. Надеюсь, красиво будет. Покупочек, кстати, немного в этот раз. Очень много одежды в фикс-прайсе пришло новенькой. И я взяла себе топ один. 199 рублей топ. Топ вот такой серенький. Там были черные, золотистые, еще розовые, было мятные какое-то, да? Он такой свободный. Ну, он может быть не свободный, если по размеру брать. Это 46 размер, да? Он такой свободненький. Мне понравилось. Мне понравилось, что здесь такие цельные, видите? То есть нет никакого шва. Цельные бретельки. И он должен быть как бы свободненький. Ну, серенький, это тоже мой цвет. Я думаю, что нормально. Сейчас я померю, покажу вам. И он немножечко с блесточками такими. Вот они, видите? Блестит. В общем, я подумала под пиджачок серый, например. Ну, сейчас уже теплее, да? И можно как-то поддеть. Именно топ этот поддеть. Золотой цвет, он какой-то был не золотой, а какой-то желто-оранжевый, что ли. Некрасивый золотой цвет. Вот серый красивый был, черный с золотишками. Ну, розовый яркий, мятный яркий, да. Но яркий я не хотела, хотела что-то нейтральное. Из нейтрального только серый более-менее привлекательный. Смотрите, как сидит. Вот, и еще зубной порошок в готовом виде. На черном угле вот я купила. Сколько он стоит? По-моему, тоже 77 рублей зубной порошок. Нет, он стоит 50 рублей. Вот этот зубной порошок черный. Профессиональное отбеливание. Кристальная белизна. Безупречно растворяет налет после первого применения. Дарит природную белизну и блеск. Устраняет микроповреждения зубов эмали. Обеспечивает мощную защиту от кариеса, болезней десен. Девочки, короче, я его взяла, чтобы сделать тоже отдельный обзор на моем втором канале. Вообще, у меня собирается налет на зубах. Иногда вообще чистку надо проводить раз в полгода или раз в год зубиков. Но я раз в год у меня так получается. Раз в год, раз в полтора. Верхние зубы у меня, в принципе, всегда в порядке. На верхних зубах у меня люминиры. И как-то их тоже надо чистить, но они меня вообще не беспокоят. А вот на нижних зубиках, вообще нижняя челюсть считается такая, знаете, больше на ней собирается налет. И не знаю, кстати, почему на ней больше собирается налет, но вот такое вот есть поверье. И у меня, естественно, даже несмотря на то, что композитные виниры стоят внизу, все равно собирается налет. И раз в полгода, наверное, раз в четыре месяца хорошо бы прочищать все это дело. Но я чищу это сама дома обычным порошком. Я купила, кстати, порошок в Галамарте. Тоже будет скоро видео отдельно. Я покажу, как это делаю. Обычной щеткой не получается. Это все специальная щеточка, вот эта, которая быстро крутится, Oral-B. И когда я увидела это, я подумала, что тоже отлично будет снять видео и показать, как... Только я не знаю, что вперед делать. Наверное, вот этот угольный лучше, да? С фикс-прайса протестировать что-то интереснее, чем с Галамарта, на мой взгляд. В общем, давайте откроем, посмотрим, что здесь там. Здесь вот такая вот типа паста. Видите? Открываем. Она наверняка там черная. Она запечатанная. Может, это просто как паста. Очень пахнет мятным, да, и она черная. Видите? Ну, в общем, посмотрим, как она будет чистить. Мне само очень любопытно. Порошок, я знаю, что вот он прям на сухую, и им очень хорошо чистит. А вот эта паста я не знаю. Там должны быть мелкие абразивы. Кстати, есть еще белый. На белом угле. Смотрите. Есть вот черный, я взяла вот белый. Но я в фикс-прайсе белого не видела, если честно. В общем, вот такое вот. Сейчас в фикс-прайсе много новинок. Я взяла, естественно, самое такое необходимое, интересное мне. Вы можете заглянуть. Там классные шортики сейчас. Но мне кажется, на мой взгляд, они немножечко такие, знаете, из легкого какого-то материала. Я бы поплотнее какие-то взяла. А расцветки очень даже трендовые. Все, мои хорошие. Вот такие были покупочки. Их было немного. Я не стала прям еще идти куда-то в фикс-прайс набирать. Много покупок, чтобы завалить вас всем. Лучше будем делать по чуть-чуть. Но вот такие вот интересные какие-то покупки. Лучше чаще буду видео выпускать, чем в одном все-все-все сразу. Напишите в комментариях, как вам больше нравится. Когда коротенькие, но какие-то интересные, несколько покупок. Либо когда их много-много и большое видео. Скажите, чтобы я имела в виду. Я еще подумала, что так как я немного простывшая, тоже долго говорить. У меня начинает першить в горле. Поэтому лучше коротенькое видео для меня сейчас было снять. Сейчас прокашляла, аж глаза заслезились. Все, мои хорошие. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Что-то классненькое я вам показала. Бегите в фикс-прайс, пока все не разобрали, если вам что-то понравилось. Жду ваши комментарии. Обязательно лайки. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Я прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok